Здравствуйте, в эфире дежурный репортер. С вами Антон Рассказов. В ближайшие 20 минут я и коллеги-корреспонденты Народного. Давай расскажем, какие события произошли за минувшие 7 дней, чтобы вы были в курсе. С 1 июля в Мурманской области открыт конкурсный отбор народных инициатив по губернаторской программе «На севере твой проект». Как отметил глава региона Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве, это, цитата, еще один инструмент, который помогает жителям менять облик своих населенных пунктов. Призываю всех активно принимать участие, потому что вот этот проект, эта программа, еще один инструмент финансовый для изменения облика своих населенных пунктов, дворов. И это очень важно. Заявку на озеленение или благоустройство при домовой территории, установку детской либо спортивной площадки во дворе дома можно оставить на портале «НашСевер». Для этого наведите камеру смартфона на QR-код, он на экране. Сбор предложений продлится до 30 июля. А онлайн-голосование за предложенные инициативы начнется 10 августа. Реализация проектов, которые получат большинство голосов и пройдут отбор конкурсной комиссии, запланирован на 25-й год. Напомню, что в этом году по программе «На севере твой проект» в Апатитах благоустроят 5 территорий, а в Кировске 3. И в Апатитах власти уже строят планы на будущий год, формируют перечень проектов, которые поборются за областное финансирование. Об этом во время онлайн-встречи с жителями сообщил глава Апатитской администрации Николай Бова. Следующий вопрос от Ольги Цан. Она спрашивает про площадки для пляжного волейбола. Вообще планируется в городе строительство таких площадок? Ну, во-первых, я буду очень признателен, если вот та площадка для пляжного волейбола, великолепная площадка, которая есть на стадионе «Олимп», она будет загружена полностью. А в перспективе, я думаю, что на следующий год неравнодушный директор школы номер 4 будет участвовать в инициативном бюджетировании, и ей удастся стать победителем, то тогда появится площадка для пляжного волейбола на территории школы номер 4. И в мастер-плане, о чем я говорил, благоустройство набережной Тегубы, там предусмотрено еще две площадки для пляжного волейбола. Но это через несколько лет, не раньше. Никак, Алексей, я правильно понял, что на пляже в Тегубе, где будет благоустройство, там будет две площадки для пляжного волейбола? Да, вот предварительно в мастер-плане две площадки для пляжного волейбола там предусмотрено. Апатит и курорт, я все понял. Также на встрече глава администрации города рассказал о ходе работ по разработке мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации. Напомню, в нашем регионе будет создано три агломерации Мурманская, Мочегорская и Кировская-Апатитская. Цель мастер-плана развития двух наших городов обеспечить синергию производства, науки и качество жизни. Апатитам при этом отведена роль главного научного центра Российской Арктики и креативного кластера Заполярья. Вот если коротко, что входит в эти планы, которые сделаны по поручению президента Владимира Путина? Андрей Владимирович Ибис представлял наш мастер-план нашей агломерации помощнику президента Максиму Орешкину. Ни одного замечания со стороны помощника президента нет. Значит, некоторая доводка мастер-плана и далее защита перед президентом. Значит, ключевые моменты мастер-плана – это развитие Кольского научного центра, это современные лаборатории, преобразится Академгородок, это дом для молодых ученых. То есть это совершенно иной уровень, чем он есть сейчас. Любкино болото, появится экотропа, будет благоустроена набережная в Тегубе, очень красиво, стильно. Там же появятся цупки озера в виде подводной лодки, вот какая форма будет. Появится еще одно спортивное сооружение в районе спорткомплекса «Атлет» с «Аквазоной». Аквазоной? Аквазоной, да. Учитывая, что у нас есть проект крытого футбольного манежа, значит, в течение ближайших пяти лет, я думаю, будет определен источник финансирования, соответственно, строительство крытого футбольного манежа. Это вот те ключевые моменты, которые входят в мастер-план, по которому мы будем жить в ближайшие пять-десять лет. Я думаю, что перед президентом Андреем Владимировичем этот мастер-план успешно защитит. Теплый фасад, новая кровля, обновленный бассейн и самое передовое медицинское оборудование. Масштабная реконструкция Апатистской детской поликлиники идет полным ходом. Первый этаж здания на улице Ленина уже не узнать. Что происходит внутри, об этом в интервью нашему телеканалу рассказала заведующая медучреждением Татьяна Калинина. Здесь у нас раньше был физиокабинет, сейчас уже тут разрушено все в руинах и в снятой технике и трубах. На демонтаж он займет очень большую часть времени, скорее всего, потому что здание достаточно старое, 91-го года, и требует полной замены всего оборудования. Работы в поликлинике идут с широким фронтом. Параллельно с ремонтом на первом этаже подрядчик меняет кровлю, охваченный цокольный этаж. В самом разгаре также реконструкция бассейна. Этот объект будет использоваться в том числе для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Заведующая Апатистской детской поликлиники Татьяна Калинина утверждает, через полтора года медучреждение будет не узнать. Уже даже началось утепление фасада, что очень улучшит вид в конце, улучшит вид поликлиники, то есть будет новое здание, новый вид, новое, все новое. Завершить весь комплекс работ запланировано в декабре 25-го года. Ремонт детской поликлиники – еще один результат реализации стратегического плана «На севере жить», который инициирован губернатором Андреем Чибисом и сформирован на основе предложений жителей региона. В продолжении темы медицины на этой неделе в студии Народного приходил главврач Апатитской Кировской центральной районной больницы Юрий Ширяев. Он рассказал, осенью в больничном городке возле приемного покоя появится модуль под аппарат МРТ. На объекте работают опытные подрядчики, которые уже хорошо зарекомендовали себя, выполняя заказы Министерства здравоохранения. Вот несколько слов про то, что за последние годы появилось в нашей больнице. Вот вы томограф рассказали, буквально, короткий экскурс. Ну, приезжают же разные знакомые, кто-то приезжал на лыжи кататься из других больниц, в том числе и города Москвы, и некоторые из них приходят познакомиться и посмотреть больницу. Когда я говорю, что 78 тысяч населения, то, что есть какое оборудование, есть в том числе в стационаре, да? Два компьютерных томографа, один из них в поликлинике, что редкость, в том числе и для Москвы. Это редкость? Еще успели, то есть это каршторц, стойки лапароскопические, достаточно очень великолепное оборудование. Это Самсунги рентгены, это передвижные палатники, тоже Самсунг. Понятно, что я за то, чтобы было все российское оборудование. К сожалению, пока мы не перестроились, не перешли на другие рельсы, да, пока вот укомплектованы достаточно хорошо. Ну и ИВЛ, и в анестезиологии реанимации новое оборудование. За счет ковида, вот когда я говорил, что ковид пройдет, и все, что мы берем оборудование, оно будет работать и после ковида. И вот оно сейчас работает. То есть это получилось? Больше того, скажу, открою маленький нюанс, наверное, все заметили, что при входе в приемное отделение к нам какая-то стройка появилась. Это будет модуль под МРТ. Модуль под МРТ? Да, у нас появится магнитный резонанс томограф. Также Юрий Ширяев подвел промежуточные итоги программы губернатора Андрея Чибиса «Витаминизация населения». По словам главврача, у половины жителей Кировской и Апатитов экспресс-тестирования выявила дефицит витамина Д. Еще один вопрос, который я хотел сегодня обсудить, это проект губернатора «Витаминизация». Расскажите, как сейчас он организован, потому что я знаю, что губернатор говорит, что ледь там будет отдельный режим работы. И в целом, много ли у нас людей с дефицитом витамина? Знаете, 50 на 50 получается по последним данным. И второе, это то, что сейчас мы один день сократили, по пятницам мы не работаем. А суббота, воскресенье, милости просим, в том числе и вас. Не знаю, вы были? Нет, я, кстати, еще не походил. Записаться можно по телефону или прийти лично в порядке живой очереди. И сейчас нет такого ажиотажа, то есть это совершенно в свободном режиме. И можно провести себе тест. И если есть дефицит, то получить витамин Д. Юрий Шеменович, я хотел спросить, вы сказали, 50 на 50, да, все-таки есть проблема с витаминами? Конечно, но мы на севере живем, мы солнышко не видим, поэтому, хоть и рыбу едим в больших количествах, но в связи с того, что солнышко, все-таки, ну, как-то надо подкармливать свой организм витамином, да. И я, насколько помню, губернатор говорил о том, что это программа до конца года. Это программа до конца года. Кировск уверенно идет к статусу столицы лыжного спорта России. О строительстве новых объектов и развитии спортивно-туристической инфраструктуры на совещании в администрации города рассказал вице-президент Федерации лыжного спорта России, заместитель генерального директора ПАОФОСАГРА Балерий Федоров. Какие изменения произойдут в городе уже в ближайшие несколько лет, смотрите материали моих коллег. На совещании в администрации города руководители муниципалитета и компании ФУСАГРА обсудили приоритетные направления социально-экономического и инфраструктурного развития Кировска. Главная цель предстоящей большой работы – утвердить город в качестве столицы лыжного спорта России. Руководство компании приняло решение вложить большие суммы денег в развитие города Кировска. И мы не боимся этого слова, чтобы сделать новый шаг в том, чтобы город Кировс был по-настоящему центром зимних видов спорта. Согласно меморандуму, подписанному в апреле этого года президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе и генеральным директором компании ФУСАГРА Михаилом Рыбниковым, в ближайшие несколько лет в Кировске запланировано строительство сразу нескольких масштабных объектов. Один из них – лыжероллерная трасса длиной 5 километров. Благодаря ей спортсмены смогут тренироваться в Хибинах круглый год. Второй вопрос. Мы хотим построить нашу компанию. Запланировано вместе с инициативой Елены Вяльбе, чтобы выстроить маленькую спортивную гостиницу. Она будет доступна всем спортсменам и обычным туристам. Я думаю, что 250 мест для того, чтобы еще жилищный фонд добавить в город Кировск, это будет тоже большой вклад нашей компании и кировского филиала в развитие спорта. Еще один объект, который в ближайшей перспективе появится рядом со стадионом Тирвас, это снегохранилище объемом 25 тысяч кубометров. Напомним, лыжный комплекс встречает первых спортсменов на вкатку уже в конце октября. Завершается сезон к началу июня. Именно здесь, на трассах Тирваса, сборная команды России по лыжным гонкам проводит тренировочные сборы. Проходит решающий этап Кубка России. Особенно нам удалось прошлое гонка в апреле месяце. Это было ноу-хау, это был взрыв. Это было, я вам честно скажу, в стране такого никто не ожидал и никто никогда не видел. Валерий Федоров отметил, подписанный между Фосагрой и Федерацией лыжных гонок России меморандум предусматривает и модернизацию стадиона Тирвас. На эти цели выделят более 14 миллионов рублей. По-настоящему у нас будет всеобъемлющий, всепогодный лыжный стадион Тирвас. Приезжайте в Тирвас, тренируйтесь и побеждайте. На второй обогатительной фабрике состоялась традиционная встреча руководства КФО «Апатит» и объединенной профсоюзной организации «Фосагр Апатит» с трудовыми коллективами «Анов-2» и КФО «Механик». Труженикам обогатительной отрасли рассказали о результатах работы предприятия за первое полугодие, перспективах развития и приоритетных задачах, а также об участии компании «Фосагра» в развитии инфраструктуры «Кировская» и «Апатитов». В завершении встречи работники могли задать вопросы руководству. В начале встречи директор Кировского филиала акционерного общества «Апатит» Андрей Абрашитов традиционно рассказал об итогах и достижениях первого полугодия, затем озвучил перечень приоритетных задач. Отчетный период предприятие отработало стабильно, опережая планы по отгрузке «Апатитового концентрата». Что важно, выросли не только объемы производства, но и качество добываемой руды. Отдать должное нужно, безусловно, коллективам фабрик, которые с успехом справились с задачей. Рудники увеличили объемы добычи. Сегодня мы имеем вот такой результат благодаря такой слаженной работе всех структурных подразделений. Традиционно важная часть политики социальной ответственности компании – обеспечение социальной защищенности и гарантий сотрудников. Председатель Объединенной профсоюзной организации «Фусагра» Апатит Алексей Игумнов рассказал о социальных программах и пунктах нового коллективного договора, действующего с сентября прошлого года. «Уделили особое внимание заботе и поддержке наших работников и членов их семей. Введены дополнительные льготы, повышенные гарантии и компенсации для семей, в том числе работников. И также второе внимание уделили здоровому образу жизни и продвижению вообще физкультуры, спорта в массы. У нас есть лицензированные тренера, наши инструктора по спорту, которые принимают и имеют право принятия экзамена и предоставление норм задачи ГТО в Министерство спорта. Поэтому всех работников призывают, во-первых, к активным занятиям спорта и поддержание своей физической формы». Далее в режиме прямого диалога сотрудники фабрики и кировского филиала ООО «Механик» задали волнующие их вопросы. «Есть ли возможность рассмотрения, оздоровления наших сотрудников в санатории «Изавелла»? «Роделенная квота у «Изавеллы» есть, и он должен эту квоту перед государством отрабатывать. Поэтому пока что у «Изавеллы» тоже ограничены площади, но мы договорились, что мы возьмем этот вопрос в проработку и посмотрим, в каком количестве и когда «Изавелла» сможет принимать наших работников». «В летний период, жарко, нам выдается одежда, спецодежда, толстая синтетика, она не дышит, создается эффект, не все, ну, эффект, не ход, создается. И возможно ли такое, чтобы нам выдавали летний вариант спецодежды, обувь, то же самое?» «Да, такая возможность существует. Значит, сегодня огромное количество заявок поступило именно вот такого плана. И, насколько я понимаю, в сентябре эти заявки «Технавиа» получила, и в сентябре готов нам представить варианты измененных моделей, в том числе демисезонной одежды». Участники встречи отметили, такие собрания полезны и эффективны, позволяют быть в курсе важных событий предприятия и оперативно решать возникающие проблемы. «Очень полезный для людей, открытый диалог, вопросы, которые где-то ты боишься сказать, озвучить. Здесь ты набираешься храбрости и открываешь свои действительно вопросы и получаешь ответы». «Встреча с коллективом, с руководством всегда полезна. То есть здесь вопрос-ответ, контакт, как бы, да. Я подсоции на первом собрании. Я думаю, что пришло все хорошо, все прошло, вопросы были заданы. И, думаю, все получили ответы». Все вопросы и предложения сотрудников были внесены в протокол. Назначены сроки и ответственные исполнители за реализацию предложений. В Кировске стартовал конкурс «Тветущий город». Власти приглашают присоединиться к программе озеленения всех, кто создает красоту во дворах и территориях, прилегающих к организации. Один из претендентов на победу среди дошкольных учреждений – детский сад номер 16. В работу по благоустройству территории здесь включились все педагоги, воспитанники и родители. Что из этого получилось и какая красота получилась, об этом расскажет моя коллега Мария Савохина. «Нужно полить чуть-чуть водички». «А почему именно чуть-чуть?» «Ну, потому что если много налить, они могут завернуть». «Вот тебе чуть-чуть попей водички». Каждый год воспитатели детского сада номер 16 Кировска создают на территории цветочные клумбы. А ухаживают за ними сами ребята. Поливают, внимательно следят за тем, чтобы всем растениям было комфортно. Следят за чистотой. «Это не первый год, когда мы занимаемся благоустройством нашей территории. Каждый год мы стараемся что-нибудь новенькое придумать. Так, чтобы заинтересовать и детей, и родителей, чтобы они любили свой город, чтобы они любили свою семью. Чтобы все чувствовали, что здесь наш дом. Берегли его и заботились о нем». Растения сотрудники сада стараются подбирать так, чтобы во дворике всегда было сказочно ярко. Значительную помощь в преображении пространства оказали семьи ребят. Например, кот-ученый, золотые яблочки, рыбка-исполнительница желаний и другие персонажи – в прямом смысле дело рук семьи Аверьяновых. «С детства мы с мамой постоянно что-то делали. И когда в садик пошел младший брат, соответственно, не было других вариантов, как заниматься с ним, потому что это интересно как мне, так и моим родителям. Это в первую очередь помогает развиваться ребенку. Мы с ним что-то делаем, и развивается мелкая моторика. Плюс это очень интересно и помогает сплотить семейный круг». Герои сказок Александра Пушкина на территории Кировского детского сада номер 16 появились не случайно. По задумке организаторов конкурса «Цветущий город», творчество великого поэта должно вдохновить дошкольные учреждения на создание оригинальных цветочных клумб и зеленых уголков. Юные северяне от такой идеи в восторге. «Мне нравится наш участок. А мне нравится наш садик. Нам здесь очень нравится. Тут много сказочных персонажей, и мы любим сказки. Потому что тут очень красиво, очень круто и еще очень сказочно». Работа на территории детского сада еще не завершена. Но и время пока есть, ведь заявки на участие в конкурсе принимают до конца августа. Главе администрации Апатита в Кремле вручили знак «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Награду Николаю Бове вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Почетное звание учреждено президентом России Владимиром Путином в январе текущего года. Отмечается, что почетное звание присваивается высокопрофессиональным должностным лицам местного самоуправления, работникам органов местного самоуправления и сотрудникам советов муниципальных образований. И в конце выпуска важная информация для водителей. С понедельника 8 июля в Кировске не будет работать светофору у Центральной почты. На регулируемом перекрестке работы проведет Кировская горэлектросеть. На время работ перекресток станет нерегулируемым. При проезде водителям необходимо руководствоваться знаками приоритета. Напомню, на этом участке главная дорога улица Юбилейная Апатитовое шоссе. Состоятся работы по замене электронной базы дорожного контроллера нашего центрального светофора, что повысит надежность его работы, а также расширит функциональные возможности. Отмечается, что после модернизации светофора увеличится время для проезда автотранспорта. Ну а у меня на этом все. Это были основные события уходящей недели. Материалы корреспондентов Народного. Говорим до свидания. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok